Де Гастини внезапно анонсировала 221 выпуск журнальной серии Автолегенды СССР как ГАЗ-3111, та самая Волга, которая появилась в конце 20 века. Ну а у нас по такому поводу есть отличная возможность распаковать и поразглядывать масштабную модель ГАЗ-3111, которую сделали по заказу костромских товарищей китайцы 3 года тому назад, в сентябре 2014 года. Забавно, что на коробочке написана даже дата выпуска – июнь того самого 2014 года. Нынче многие собиратели уже начали забывать, что под брендом Автоистория выпускались и легковые автомобили. В том самом 2014 году Автоистория выпустила УАЗ-3162 и вот эту вот Волгу ГАЗ-3111. Правда, с ГАЗом Кострома так и не договорилась, поэтому эта машинка называлась просто 3111. А на донышке пришлось даже замазывать чёрным маркером название этого автомобиля. Эти простецкие модели продавали тогда за 650 рублей, а вышла Волга сразу в четырёх цветах – серым, белым, красным и чёрным. С оттенком красного цвета костромские китайцы не угадали, на чёрном терялись характерные обводы кузова этого автомобиля. Серый выглядел очень блекло, поэтому оставался белый, хотя тоже не лучший выбор. Машинка сама выглядела тогда и выглядит сейчас очень простенько, примерно как игрушки из супермаркета. Хотя игрушки китайцы нынче научились делать даже получше, чем эта масштабная копия автомобиля Волга. Общим своим обликом моделька, конечно же, похожа на ГАЗ-3111. Но при этом полна мелких, досадных и смешных недочётов. Ну, например, донышко китайцы просто отзеркалили, перепутав лево-справо. Хотя донышко само по себе простовато, а автомобили таких выпустили чуть больше четырёх сотен штук. Поэтому мало кто из собирателей видел эту машину снизу. С обводами передка тоже не угадали. Зад выглядит слегка кургузом, хрома не доложили, где-то потеряли передние поворотники. И общее впечатление от модельки похуже, чем от изделий Carorama, которые продавались примерно в то же время рублей за 150 или 200. Сам автомобиль Волга ГАЗ-3111 показали публике на московском автосалоне 98-го года. Вообще, в неудачном запуске и сложной судьбе этого автомобиля принято винить кризис 98-го года. Первые машины торжественно как бы сошли с конвейера в конце 99-го, но реальное серийное производство автомобиля Волга нового поколения началось ещё через год, в 2000-м. И если в 99-м году журнал «За рулём» писал, что цена новинки будет в районе 8 тысяч долларов, что для послекризисных времён было тоже чертовски дорого, когда реальная цена автомобиля оказалась 15 или даже 16 тысяч долларов. Именно за такие деньги её пытались продавать в начале 21-го века. Таможенные пошлины тогда ещё были не такие чудовищные, как в новейшие времена, и за 15-16 тысяч долларов можно было купить вполне себе приличный Mercedes, BMW, Volvo, не говоря уж о совершенно свежих каких-нибудь Nissan, Opel и прочих иномарках, свежепригнанных из Германии. Так что совсем неудивительно, что общее количество выпущенных автомобилей в Волгах ГАЗ-3111 оказалось меньше 500 штук. Но масштабная модель этой Волги, выпущенная костромскими китайцами, несмотря на все свои недостатки, остаётся на сегодняшний день лучшей масштабной копией этого автомобиля. Ну и, конечно, чертовски интересно узнать, что же вложат в пакетик с журнальщиком для гостей через 2 недели. Эту костромскую Волгу, перекрашенную в красный цвет, или совершенно новое изделие на новых формах. Увидим через 2 недели. Спасибо, что досмотрели до конца и на этот раз. Пишите в комментариях, что думаете про Волгу 31111, про её масштабную копию от костромских китайцев. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки и дизлайки.